Конвоирование узлом локти и плеча перед грудью. Подготовительным действием в данном случае является бросок хватом за глаза. Его мы рассмотрим подробно в следующем фильме нашего сериала, посвященном болевой фиксации. Вот от этого положения, когда рука противника согнута. Вот таким вот образом делается захват. И на руку противника воздействует налог, на локтевое и плечевое суставы противника воздействует, выкручивая их. То есть узлом противник поднимается, сам встать не может, ему надо помочь встать. Дается команда свободную руку вперед. Вот посмотрите это по ключевым кадрам. Рука противника согнута, отжимается вниз. Кончиками пальцев давите на глазные яблоки противника, пригибаете его через колено. Плотно захватываете руку противника под мышкой, чем ближе к плечу, тем лучше. При плечием с вами поднимаете его локоть, а двумя кистями отжимаете вниз его кисть. Болевое воздействие на локоть и плечевой сустав. Дается команда свободную руку вперед. Вот еще раз посмотрите на новый способ. Кад руки. Плотно сажается противник на боль, его надо подняться, он не стоит не может, и доставляет по назначению. Конвоирование дожимом кисти одноименной рукой. Подготовительное действие тоже. Бросок хватом за глаза. Если в конечной фазе броска рука противника выпрямлена, то делается вот такого рода перехват. Дожимается кисть одноименной рукой. Голова фиксируется хватом за глаза. Болевым воздействием противник поднимается. Дается команда свободную руку вперед. Противник прогибается назад. Вы осуществляете рычаг локтя объекта через свое колено. В этом положении он стремится согнуть руку в локтевом суставе и вытянуть ее перед грудью. Дайте ему такую возможность. И перехватите кисть над ожимом. Блокируя его локоть своей подмышкой. Не ослабляйте давление на глаза. Дальше болевым воздействием поднимаете противника. Дожимаете его кисть своей кистью. И за счет своего бицепса подтягиваете руку вверх. Не ослабляя блокировку глаз. Поднимаете противника. Прогибаете противника. Назад не ослабляя от дожима кисти и давления на глаза. Даете команду свободную руку вперед. И доставляете по назначению. Вот конечная форма обработки объекта в нормальной скорости. Вот так же. Поставляете его по назначению.